Некто самозанятый, некто самозанятый Минфин ответил на публикацию «Огонька». Журнал «Огонек» номер 5 от 11 февраля 2019 года, строение 15 в номер 42 «Огонька» За прошлый год был опубликован материал «Налог на все руки». Автор Александр Трушин писал о законе, инициированном группой депутатов, налогом обложили категорию граждан, которую со всех трибун и экранов называют самозанятыми. При этом, однако, в законе нигде не уточнили, кто же это такие. Материал вызвал большой читательский отклик, его активно комментировали в экспертном сообществе. Авторы законопроекта, правда, на публикацию никак не отреагировали. Зато возмутился Минфин. Приветствуя энтузиазм Минфина, откликнувшегося на публикацию, редакция предложила ведомству обсудить важный для большого числа граждан сюжет детально. В интервью журналу с чиновником любого ранга или в иной форме, чтобы прояснять сложные вопросы, которые в претензии Минфина либо обойдены молчанием, либо они прояснены. Увы, несмотря на выраженную в письме готовность оказаться действия в подготовке материала опровержения, предложение о редакции поддержки у автора письма не встретило. По просьбе ведомства присланный в редакцию ответ мы публикуем, но вынуждены все же на ряд его позиций обратить внимание. В письме, подписанном пресс-секретарем А.С. Лавровым, например, говорится, для цели применения этого законопроекта определение самозанятую в нем не требуется, ни в одной из статей данное понятие не упоминается. Но об этом, собственно, и была публикация в огоньке. Из документа, широко обсуждавшегося в СМИ именно как закона самозанятых, остается непонятно, кто же является субъектом налогообложения по специальному налоговому режиму налог на профессиональный доход. В законе говорится о гражданах, реализующих товары, работы, услуги и имущественные права. Но это определение очень расплывчатое, и под него может подойти весьма широкий круг людей, едва ли не все, кто работает в сфере услуги торговли. Так кто же из них является субъектом этого закона? А если не определен субъект налогообложения, то как можно определить объект? Отметим, в публикации не обсуждались вопросы о порядке и сроке уплаты налога, налоговом периоде, ставке и порядке начисления налога, хотя редакцию в этом ведомство упрекает. В документе читаем, профессиональный доход, это доход физических лиц от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Статья 2, пункт 7. Чем же эти граждане отличаются от индивидуальных предпринимателей, также не имеющих работодателей и не привлекающих наемных работников? Этот вопрос мы и задаем в своей публикации. Но ответа не получаем, ни в тексте закона, ни в претензии Минфина. Закон обращен к людям, не имеющим работодателя и не привлекающим наемных работников, об этом прямо говорится в тексте документа. Но известно, что многие самозанятые подрабатывают в свободное от основной работы время. Означает ли это, что они выпадают из сферы действия закона, ведь у них есть официальный работодатель? И снова нет ответа. А ведь и это еще не все. В документе не определено само понятие профессиональный доход. Если, например, физическое лицо оказывает другому физическому лицу какие-то услуги, не входящие в его профессиональную компетенцию, например, учитель подчинит соседу водопроводный кран, будет ли это считаться профессиональным доходом? Интерпретация свободная. Статья 6 закона, Объект налогообложения, гласит, 1. Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. И далее следует 12 пунктов, в них перечисляются доходы, которые не признаются объектами налогообложения. Эксперты, к которым обратился автор публикации, полагают, что нельзя определять объект налогообложения через отрицание. Но разработчики документа именно так и поступают, а стало быть, остается и вопрос, так что же все-таки является объектом налогообложения. И в чем отличие, опять же, от индивидуальных предпринимателей, если закон не предусматривает налогообложения самозанятых граждан? А если это подразумевается, то почему в законе нет определения этой категории? Вот круг и замкнулся. Обо всем этом, впрочем, автор претензии, полученной редакцией, не пишет. Зато отмечает, что три категории самозанятых, упомянутые в материале, репетиторы, домработницы и няни, конкретно в законе не упоминаются. Действительно, не упоминаются. Хотя именно эти три категории в качестве типовых примеров звучали при обсуждении законопроектов в прессе и на телевидении, подготовки материала редакция опиралась на определение Конституционного суда от 8 февраля 2001 года номер 14 О. 721, где сказано, из конституционного понятия законно установленный налог вытекает требование надлежащего, полноценного, установления налога. Во-первых, это подразумевает определение всех существенных элементов налога в законе. Налог не может быть признан установленным, если в законе отсутствует какой-либо существенный элемент налога, субъект, объект, налоговая база, порядок и сроки уплаты, налоговый период, ставка и порядок исчисления. Так как закон, о котором идет речь, избегает понятия «самозанятые», ведь вводя это понятие, потребовалось бы пересматривать гражданские налоговые кодексы, то остается открытым вопрос, поставленной редакцией, кого же государство собирается обложить налогом на профессиональный доход. Об этом, похоже, в Минфине и вовсе говорить не готовы. В присланном в редакцию ведомственном письме содержится дивная формулировка, в законе в принципе не прописаны сферы деятельности, к которым он может применяться. Дословно готовы оказаться действия в подготовке опровержения. Министерство финансов Российской Федерации, Минфин России, 6 ноября 2018 года в журнале «Огонек» был опубликован материал «Налог на все руки» с подзаголовком «Власть нашла новый источник дохода самозанятых». Александр Трушин пришел к выводу, что законодатели умудрились обложить налогом тех, кого не существует. Материал написан на основании законопроекта о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима налог на профессиональный доход в городе федерального значения, в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан, Татарстан. Статья содержит ряд грубых ошибок и искажений, из чего можно сделать вывод. Автор перед публикацией даже не ознакомился с содержанием текста законопроекта. Не соответствует действительности информация о том, что в проекте закона нет субъекта, объекта, налоговой базы, порядка и сроков уплаты, налогового периода, ставки и порядка исчисления налога. Все предусмотренные статьей 17 частей 1-й налогового кодекса основные элементы налогообложения по налогу на профессиональный доход в проекте закона определены. Так, статьей 4 законопроекта определяется круг плательщиков, которыми являются физические лица и индивидуальные предприниматели, устанавливаются ограничения для применения указанного специального налогового режима в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности. Статья 5 устанавливает порядок и условия начала и прекращения применения. Статья 6, объект налоговой базы. Статья 9, налоговый период. Статья 10, налоговые ставки. Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 11. Налоговые льготы в виде налогового вычета предусмотрены статьей 12 проекта федерального закона. Тогда как автор в статье заявляет, что ничего этого в проекте закона нет, как нет и определения объекта налогообложения и налогооблагаемой базы. Когда в проекте закона о налоге на профессиональный доход нет ни одной отсылки к понятию «самозанятые», звучит странно заявление автора, законодатели умудрились обложить налогом тех, кого не существует, так как определения самозанятых в законе нет. Для целей применения этого законопроекта определение «самозанятые» в нем не требуется, ни в одной из статей данное понятие не упоминается. При этом в законопроекте четко прописано, кто имеет право применять этот режим. Также в статье автор пишет, что в законе прописаны опять только три категории самозанятых, репетиторы, домработницы и няни. Конечно, видов самостоятельной деятельности гораздо больше. Тогда как в законопроекте в принципе не прописаны сферы деятельности, в которых он может применяться, соответственно в нем ничего не написано о нянях, репетиторах и домработницах. В статье 4 законопроекта определен ряд ограничений для применения налога на профессиональный доход, в том числе направления деятельности, при осуществлении которых налогоплательщик не вправе применять специальный налоговый режим, такие как реализация подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых и так далее. При этом обращаем ваше внимание на то, что запрос о предоставлении информации по законопроекту перед публикацией в пресс-службу Минфина России, одного из разработчиков законопроекта, направлен не был. Просим опубликовать в ближайшем номере журнала материал, опровержение в соответствии со статьями 43 и 44 закона РФ от 27 декабря 1991 года номер 2124-1 о средствах массовой информации, так как приведенные в статье тезисы и комментарии искажают реальное содержание законопроекта, что вводит в заблуждение читателей, готовы оказаться действием в его подготовке. Пресс-секретарь первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра финансов А.С. Лавров.